Музыка Он доживал свою жизнь в Париже, и в этом человеке, измученном болезнями в потрёпанной одежде, трудно было узнать лихого атамана, от одного имени которого в своё время трепетали тысячи людей. За его голову когда-то обещали миллионы. Для одних он был бандитом и убийцей, для других – защитником и избавителем. Нестор Махно – командир революционной повстанческой армии Украины. Воспоминания о нём сохранились и на нашей земле. А в Старобельске до сих пор уверены, что легендарная казна «Батьки Махно» спрятана где-то на территории города. Нестор Махно в своих мемуарах писал, что в начале своего жизненного пути меньше всего ему хотелось бы воевать. Но судьба распорядилась так, что именно ему довелось создать собственную армию. Армию, даже упоминание о которой наводило ужас. Будущий атаман родился 7 ноября 1888 года в бедной крестьянской семье в селе Гуляяполе Екатеринославской губернии. Через 11 месяцев после его рождения умер отец. Мальчику довелось детство узнать, что такое нищета и голод. С малых лет он работал под Пасхом, выполняя различные подсобные работы в богатых домах, был чернорабочим на заводе. Юноша видел много несправедливости вокруг и хотел добиться равноправия, изменить мир к лучшему. В возрасте 17 лет он примкнул к молодёжному кружку анархокоммунистов, которые ради идеи всеобщей справедливости не гнушались убийствами и терактами. В возрасте 20 лет Нестор Махну был арестован за убийство чиновника военной управы и приговорён к повешению. Приговор был заменён пожизненным заключением. Наказание он отбывал в Бутырской тюрьме. И именно здесь окончательно проникся идеями анархизма, много читал, писал статьи и даже сочинял стихи. Такие личности, может, рождаются раз на столетие. Это, конечно, был от природы очень талантливый человек, с очень, может, феноменальной памятью, с пытливым, конечно, таким умом. Безрамотный человек, когда он познакомился с Бакуниным, изучение которого, он потом проповедовал анархизм, в тюрьме, насколько я могу предположить, что он еле-еле, может, по слогам учился читать и писать, он себе прочёл все работы, насколько его впитывал, и как нужно было выступать перед народными массами, насколько в этих речах было огня, насколько, наверное, ярко и красочно, что люди за ним шли. Ведь это был маленький коротышка, худенький, малюсенький, с горящими глазами, вот, а вот такие массы держал под собой. И сколько бандитов, и сколько такой развул, с какими войсками командовал, в каком количестве, это ведь тысячи потом присоединялись. Он был блестящим командиром, смелым, который подавал пример, который первым рвался в бой. Нестор Махно был освобождён из тюрьмы после февральской революции 1917 года и возвратился в Гуляй-Поле. Ораторский талант, умение сплотить вокруг себя людей, привело к тому, что он избирается лидером Крестьянского Союза, а вскоре становится во главе земства. Нестор Махно начинает вершить справедливость, о которой так мечтал в юности. Его бурная деятельность направлена в первую очередь против местных помещиков и землевладельцев. За ним прочно закрепилась слава защитника крестьянства. Коммунисты больше за рабочий народ, за трое-два, а он болел, говорит, рабочий немцов, потому что воровшим рабочим нечего будет есть, если не будет работать крестьяни. Потому что крестьянин на первое место, он за крестьянство все-таки болел, он поднимал своему гольпу, рабочий это уже на втором месте, вот как рабочий. Нет, будущее и все, все основано на крестьянстве. Он говорил очень просто, он некрасивый, он не вырастет хлеба, не забьет поросятка, уже нечего остального будет, как ваш рабочий, что же он будет делать, как он на работу выйдет, и что он пойдет, и что он кушать уже будет. Нестору Махну хотелось наводить порядок в земстве и творить справедливость. Но пришлось взяться за оружие. Вначале им был сформирован отряд «Черная гвардия», который захватывал и грабил поезда, расстреливал помещиков, промышленников, офицеров. А вскоре ему пришлось вступить в партизанскую борьбу с австро-германскими и гетманскими частями. Отряды Нестора Махну действовали быстро, хитро и коварно. Они как будто бы появлялись неоткуда, совершали молниеносный налет и также быстро исчезали. Заходит армия, да, какие-то смотрят, такие крестьяне стоят в поле, что-то тяпают, что-то такие согнувшиеся, вот такие работы. Только они проехали, хоп, одежда вся снимается, военная, ружья откапываются, и все, и в спину им. Вот уже идет ворева выстрелы. Напали, когда их того не ожидали, брали таки внезапностью, неожиданностью. Скоро об отряде Махну узнали в окрестных губерниях. К нему начали стекаться все новые и новые бойцы. Под Махновские знамена становились прежде всего крестьяне, обиженные на новую власть. Они были недовольны законом о хлебной повинности, продразверсткой, так как большевики чересчур усердствовали в исполнении, порой отнимая все крестьянские запасы. Можно сказать, что поначалу отряды Махну были отрядами сопротивления против произвола. Уже к февралю 1919 года в армии Нестера Махну было 30 тысяч бойцов и около 20 тысяч в резерве. Далеко не одобряя все действия советской власти, Махнов все-таки несколько раз объединялся с Красной армией для совместной борьбы. Правда, ради нужно сказать, что большевики после того, как пользовались его помощью, вместо благодарности объявляли махновцев вне закона. Как гласило в одном из приказов – за развал фронта и неподчинение командованию. Но, тем не менее, отряды повстанцев сыграли свою роль в борьбе с Петлюрой, Деникиным, Врангелем. Свободолюбивые, непривыкшие к воинской дисциплине махновцы не признавали устав и порядок. Для пополнения своей казны они занимались разграблением освобожденных от белогвардейцев городов. Были известны их разгульная жизнь, пьяные дебоши, разбои и кровавые расправы. Также обычным делом было освобождение уголовников из тюрем, которые, в свою очередь, занимались мародерством и совершали другие преступления. Гражданская война, самая смутная, даже для изучения историков, самое противоречивое время. Потому что, я думаю, что когда банды были, когда такой разгубы, все вели себя достаточно одинаково, если все вас помнят. Это, конечно, уже история потом почищена, что вот Красная Армия, вот они такие порядочные, вели себя хорошо. Ну, приверженцам какой-то царской Руси говорили, что белые там хорошо себя вели. Это все было одно и то же. Все убивали, все стреляли. Этот город Старобейск наш бедный, которого захватывали от банды, банды передавались. Знаете, как свадьба в Малиновке. То есть, когда одни пришли, другие пришли, уже не знали, каким богам молиться и кому уже кланяться. И Красная Армия вела себя так же жестоко по отношению к махновцам, по отношению ко всему, и резали, и убивали, и вешали. И те же в ответ так же жестоко расправлялись и с воинами Красной Армии. Поэтому сказать, что здесь вот эта история пусть растет, пусть он станет яркой личностью, очень яркой личностью. Конечно же, это были бандиты, они верили, но идеи у них были очень светлые, освобождение народа, вот, помощь крестьянству. Мистер Махнус из своей армии дважды побывал в Старобельске. Первый раз он ворвался в город ранним утром 3 сентября 1920 года. Количество махновцев, заполонивших город и окрестности, равнялось 8 тысячам. Первый раз он брал город с боем, получил ранения. Вот, небольшой в то время город Старобельск был просто заполонен махновцами. Город и близлежащие селы грабили трое суток. Вот, в первый же день налета он был прооперирован, с ним находилась его жена Галина Кузьменко и две медсестры. На второй день был организован смотр-парад с целью вовлечения молодежи в ряды махновской армии. Так как Махно был ранен, он принимал парад сидя, его нога покоилась на барабане. По воспоминаниям Старобельчан, несмотря на ранения, Нестор Махно не отказывал себе в кутежах и развлечениях. Конечно же, приезд Батька Махно оставил неизгладимый след в памяти наших Старобельчан. Конечно же, своим ярким и буйным поведением три дня здесь грабили, убивали, стреляли. Конечно, город был перепуган, и жители нашего города были перепуганы. Потому что, можно сказать, что как в селах, может, где Батька Махно и встречались с хлебом с солью, как избавителя, ведь он боролся за крестьянский наград. То в городе Старобельске, где было дворянство и купечество, и торговля развита, ну, конечно же, на лёд у Батька Махно, конечно же, были не рады. Конечно, когда он отдыхал в ресторане и катался на тачанке по городу с домами лёгкого поведения, то, конечно, это такой вид был, лошади были, вот они, гривы были все заплетены в косичках, туда были вплетены ленты, вот вся тачанка была украшена, вся застелена красивыми, дорогими коврами. Это всё на большой скорости, это носилось по городу, все стреляли, но, представьте, конечно, неизгладимый, можно, конечно же, сказать, след оставил в нашей памяти. Местные жители, ставшие свидетелями пребывания в городе Атамана и его войска, любили также рассказывать историю о том, как выпивший Местор Махно крутился на карусели и постреливал из маузера. Остановился Махно в свой первый приезд в меблированных комнатах купца Руднева. Здание сохранилось до наших дней. На балконе теперь мы можем видеть скульптурное изображение Атамана, а когда-то именно отсюда он обращался с речью к старобельчанам. Проснувшись после кутежа, батька Махно выходил на балкончик того же ресторана купца Руднева, где призывал страстно, с горящими глазами, призывал массы нашего города присоединиться к борьбе, присоединиться в ряды его армии. Армия Махно квартировала в Старобельске три дня. Второй визит Махно состоялся спустя месяц. На этот раз Нестор Махно вернулся уже как союзник Красной Армии. 2 октября 1920 года в Старобельске было подписано соглашение о совместной борьбе против отечественной и мировой контрреволюции. Армия Махно и армия Южного фронта сплотились для совместной борьбы против барона Врангеля. Когда он же вернулся второй раз, и власти попросили встретить Махно, как союзников Красной Армии. Ну, представьте, какие-то были союзники, если только месяц назад, какие страшные вещи в городе Старобельске. Конечно, происходили. И, конечно же, весть о том, что Махно возвращается в город, был, конечно, воспринят очень тревожно. Все магазины закрылись, люди не вышли на работу. Ну, со временем все немножко, конечно же, подпаду успокоились. Поэтому они только запасались провизией, но уже к такой жестокости уже не прибегали. Часть армии Махно ушли в Крым на штурм Перекопа воевать с Врангелем. Сам же батка остался на лечении в Старобельске. И пробыл здесь почти месяц. Он отдыхал, восстанавливал силы после ранения. На улице Октябрьской сохранился дом, в котором проживал Нестор Махно в это время. Также со своей женой Галиной и приближенными они любили выезжать для отдыха на берега Идара. А тем временем Красная Армия не без помощи частей армии Махно одерживает победу на Перекопе в Крыму. После этого Реввоенсовет Южного фронта в ультимативной форме предложил всем отрядам Махно влиться в Красную Армию. В случае отказа армия повстанцев объявлялась вне закона. Командиры армии Махно были вызваны в Мелитуполь и расстреляны. Части повстанцев удалось прорваться в Крымские степи, но они были окружены красноармейцами и практически все уничтожены. Когда его власти Красные опять объявили вне закона, он спешно покидает наш город в спешке. И отсюда уже пошла удивительная легенда о том, что куда же делась казна Батька Махно. Об одной из легенд, и наши старобельчане поддерживают и краеведы нашего города, что одно из вероятных мест, как утверждают старожилы нашего города, это подземные ходы города Старобельска. В свое время казна Нестора Махно была действительно внушительной. Деньги были нужны на оружие и на содержание многотысячной армии. Казна состояла преимущественно из золотых монет и украшений. И уже многие десятилетия историков мучают вопрос, где же были спрятаны несметные богатства Батьки Махно. Жители нашего города и краеведы вообще уверены, что казна, именно Махно, находится именно в нашем городе, в наших подземных ходах. И, конечно, рестрастно утверждает, что именно в нашем городе Старобельске Батька Махно решил развернуть единственную в мире анархическую республику. Две кастрюли с золотом, принадлежавшим Нестору Махно, были вырыты позже в Запорожской области, возле Гуляйполя. Хотя продолжает существовать мнение, что это далеко не вся казна. Впрочем, нельзя не учитывать и тот факт, что перед битвой с Франгелем в Крыму Махно вооружил за собственные деньги свою армию в количестве 10 тысяч человек. То есть, к концу его пребывания в Украине его сокровищница внушительно опустела. Как бы там ни было, известно, что в августе 1921 года за границу он бежал налегке. После долгих метарств оказался в Париже. Рассказывали, что Нестор Махно прибыл во Францию в штопанной гимнастерке и без гроша в кармане. В Париже он был разнорабочим и даже сапожничал. Его жена была прачкой. Семья жила в крайней бедности. Измученный туберкулезом и старыми ранами, Нестор Махно умер 6 июля 1934 года в Париже. Не было денег даже на похороны. Бывший атаман был похоронен за счет французского муниципалитета. То есть, Нестор Махно не вывез свои богатства за границу. Они остались в Украине. И если клад, найденный в Гуляй-Поле, является лишь одним из нескольких оставленных во время бегства страны, то вполне возможно, что до сих пор где-то в подземельях Старобельска стоят сокровища, которых касалась рука прославленного атамана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова